На выставке впервые представлены оперативные документы и рабочие карты Генерального штаба, которые позволяют нам реконструировать логику советского военного планирования накануне Великой Отечественной войны. Подготовка к большой войне с Германией началась в Генеральном штабе летом 1940 года. Вот здесь представлена записка, которую 4 июля Тимошенко, назначенный Наркомом обороны и тогда еще начальник Генерального штаба Шапошников, направляют Сталину и Молку, где говорится о том, что в связи с изменившейся на Западе военно-политической обстановкой после разгрома Франции необходимо предпринять серьезные меры по укреплению обороны страны на Западе. Первый документ военного планирования, который был представлен Политбюро 18 сентября, это документ под названием «Соображение о стратегическом развертывании вооруженных сил СССР на Западе и Востоке на 1940-1941 год, представлен на выставке». 5 октября этот документ был обсужден в Политбюро и утвержден после внесения в него замечаний и корректировок, которые были даны Сталином и Молотом. Соответственно, мы можем четко совершенно говорить о том, что план применения вооруженных сил был утвержден политическим руководством страны после тщательного и всестороннего обсуждения и послужил основой для подготовки вооруженных сил к войне вплоть до лета 1941 года. В соответствии с этим планом мы здесь видим одну из рабочих карт Генерального штаба, это февраль уже 1941 года. Главный удар предполагался нанести силами Юго-Западного фронта в направлении на Люблин и Бреслау с тем, чтобы на первом же этапе войны отрезать Германию от Балканских стран. Соответственно, в задачу Западного и Северо-Западного фронтов входило сковать немецкие войска в Восточной Пруссии. Этот замысел в своей основе остался неизменным вплоть до 22 июня 1941 года. Тем не менее, процесс военного планирования носит постоянный характер, изменения и корректировки вносятся непрерывно, и в зависимости от масштаба этих корректировок руководство Наркомата обороны докладывало свои предложения политическому руководству страны. Нам известны две такие записки. Первый из них от 11 марта 1941 года в связи с масштабной реорганизацией Красной Армии, Тимошенко и вновь назначенные начальник генерального штаба Жуков обращаются к Сталину и Молотову, прося утвердить соответствующие изменения. Майская записка 1941 года вызывает, наверное, наибольшие споры у историков. В ней военное командование предлагает политическому руководству не дать возможности инициативы германской армии и упредить ее в развертывании, соответственно, взяв инициативу начала войны на себя. Записка выполнена рукой Васильевского с большим количеством исправлений и комментариев на полях этой записки. Рукой Ватутина нам удалось обнаружить комплект карт, который прилагался к этой записке. Одна из этих карт с изложением замысла предлагаемой операции на Западном театре войны экспонируется у нас на выставке. И по дате, которая указана на карте, это 15 мая, мы уже с полной уверенности можем датировать, собственно, и саму записку, которая тоже представлена на выставке, датировать ее 15 мая. Судя по воспоминаниям Жукова, 19 мая она была доложена в Кремле Сталину и Политбюро, и этот замысел упреждающего удара политическим руководством поддержан не был. Мы можем совершенно четко утверждать, что советское военное и политическое руководство располагало планом применения вооруженных сил. Он был утвержден, подписан военным руководством, рассмотрен в Политбюро и таким образом определял основные направления подготовки Красной Армии к войне. Сама по себе война мыслила с советским руководством как ограниченная. Да, эта идея отрезать Германию от балканских стран не предполагала какого-то большого завоевательного похода в Европу, захвата столицы Третьего Рейха. Речь шла о разгроме германских войск восточные Вислы. Собственно, мы видим в записке от 15 мая рукой Ватутина все эти уточнения были внесены в эту записку. Мы предполагаем, что это произошло после доклада этого документа Сталина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok